здравствуйте дорогие друзья и подписчики сегодня вместе с вами приготовлю замечательное очень простое блюдо это печеночный торт для него нам понадобится 330 грамм печени 150 грамм чищенного лука в первую очередь который мы поставим жарится жарится он будет произвольно нужна никакая нам специальная нарезка остальные 100 грамм лука я вам покажу как мы дальше будем обрабатывать вот первым этапом нужно поставить жарится лук пока у нас будет жариться лук мы зальем печень молоком говяжью печень заливаем молоком так чтобы она полностью ее покрыла остальные 100 грамм лука мы пожарим мелким кубиком лука нам понадобится 100 грамм грибов грибы мы мелко нарезать кубиком добавляем белого вина нам понадобится грамм 70 после того как лук мы обжарили опускаем его мясорубку и перекручиваем на мелкой решетке после лука мы перекручиваем нашу замоченную молоке печень там где мы жарили лук для печени там же обжарим лук для начинки слегка спассируем лучок и добавим наши грибы после того как мы обжарили до золотистой корочки лучок добавляем шампиньоны шампиньоны с луком обжарим на более сильном огне обязательно добавим растительного масла немного грамм 50 хорошенько обжарим и скинем на сито для того чтобы полностью удалить массу лука и грибов так как мы будем лук и грибов заправлять майонезом в готовый лук и уже перемолотой печень добавляем 50 грамм манной крупы добавим 2 куриных яйца также нам понадобится 1 столовая ложка муки это примерно 30 грамм муки черный молотый перец хорошенечко даем его обязательно посолим и все это тщательно перебьем блендером если у вас нету блендера еще раз пропустим через массу рук чтобы форма нашего торта была одинаковая нам понадобится формочка в 12 сантиметров равномерно распределяем по всей поверхности нашей круглой формы снимаем и проделаем то же самое со второй понадобится 3 столовые ложки это примерно 90 грамм нашего фарша обжариваем с одной стороны примерно около двух минут со второй стороны мы жарим одну минуту готовых получилось 7 глинчиков начиночку мы заправляем майонезом 30 грамм майонеза даже можно 50 грамм майонеза для того чтобы было вкусненько нежно все это тщательно перемешаем на нижний один блинчик берем и выставляем посерединке тарелки и тщательно смазываем одной седьмой нашего фарша заставляем следующим блинчиком вот такой вот замечательный печеночный тортик получился у меня и у вас обязательно получится если вы воспользуетесь моим рецентом приготовления тортика из печени я желаю вам приятного аппетита подписывайтесь на мой канал ставьте пальцы вверх всем пока 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 пока